Здравствуйте! Чем запомнилась уходящая неделя, расскажут корреспонденты телеканала и я, Владимир Токмаков. Смотрите в выпуске. Развитие торгово-экономических связей обсудили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и посол КНР в России. На прошедшей неделе глава региона Иджан Ханькуэй провели двустороннюю встречу. Губернаторские окружные елки начались в Алтайском крае. Всего их посетят 63 тысячи школьников из 19 городов и районов региона. Основные мероприятия пройдут в Краевом театре драмы. В Алтайском крае открыли пять ледовых переправ. Это дороги, которые проходят через реки и соединяют несколько частей района. Например, в Каменском ледовая трасса связывает с городом 12 сел. Уровень минимальной зарплаты для работников внебюджетного сектора экономики региона увеличили до 17 786 рублей. Изменения вступят в силу с 1 января. Соответствующее соглашение подписали губернатор Виктор Томенко, представители Краевого союза организаций профсоюзов и регионального объединения работодателей. В будущем году размер минимальной зарплаты в регионе будет выше в федеральном рот на 9,5%. Если учесть наши коэффициенты районные, они у нас от 15 до 20% дополнительно, то реальный размер минимальной зарплаты в одном случае составит 20,5, если умножить на 1,15, 20,5 тысячи, в другом случае превысит 22 тысячи. Вот реальные цифры, о которых мы говорим, говоря о минимальном размере заработной платы, который в крае должен будет обеспечиваться. А касается этого, у нас с вами более чем 100 тысяч работников и членов их семей. Региональное соглашение на 2021-2023 годы. Этот документ регулирует вопросы социально-трудовых отношений. В него также внесены изменения. Теперь в коллективных договорах закреплены дополнительные социальные льготы и гарантии. Они положены работникам, ближайшим родственникам участников специальной военной операции. Сегодня на государственном уровне, на уровне регионов, муниципалитетов проводится активная политика поддержки семей наших военнослужащих, самих военнослужащих, всех, кто принимает участие сегодня в проведении специальной военной операции. Поэтому решение об установлении соответствующих обязательств в том документе, который мы сегодня подписываем, считаю и своевременным, и необходимым. Также в региональном соглашении утвердили темпы роста зарплат в организациях реального сектора экономики. В следующем году он должен быть минимум 120%, если средняя зарплата на предприятии меньше 25 тысяч рублей. 115% – если 25-30 тысяч рублей. 110% – в случае, если работники получают от 30 до 40 тысяч рублей. А если уровень средней зарплаты выше 40 тысяч, то индексация должна быть не ниже уровня инфляции. Развитие торгово-экономических связей обсудили на прошедшей неделе губернатор Алтайского края Виктор Томенко и посол КНР в России. Накануне глава региона Иджан Ханьхуэй провели двухстороннюю встречу. Губернатор отметил, что сегодня руководством Российской Федерации и КНР созданы все условия для развития взаимоотношений. Наши регионы на цепи был установлен новых контактов с партнерами из китайской налоговой службы. Поэтому считаю, что более тесное знакомство китайских принимателей, салтайских краев, позволит сформировать целостное представление оптимизированного, экспортного, туристического, транспортного, логистического потенциала нашего региона. На встрече провели презентацию Алтайского края для китайских деловых кругов. Сегодня символ Алтайского края, на гербе Алтайского края, она изображена так же, как и серебро-клорильный завод. Вот два символа. По словам губернатора, КНР остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров для региона. По итогам 2021 года товарооборот превысил 300 миллионов долларов. Причем объемы импорта и экспорта примерно одинаковы. Основные алтайские товары, которые поставляются на китайский рынок, продукция агропромышленного комплекса. В том числе масло семена и растительное масло, топливо в виде кокса, продукция деревопереработки. Из Китая экспортируются различные машины и оборудование, химическая продукция, сельхозтехника. Виктор Томенко выразил уверенность, что мероприятие станет еще одним шагом к развитию двустороннего сотрудничества между Алтайским краем и КНР. На прошедшей неделе губернатор Виктор Томенко провел встречу с Советом Общественной палаты Алтайского края. Стороны обсудили итоги года, основные векторы взаимодействия краевых властей и общественников, планы на будущее. Виктор Томенко отметил, что в этом году особое влияние на все аспекты жизни оказала специальная военная операция. Решение нашего президента было очень сложным на самом деле, но в то же время и продуманным и ответственным. Задачу надо было решить, во-первых, по защите жителей Луганска и Донецка, то есть Донбасса, и интересов, и настроения, и пожелания людей, которые в других областях, в Херсоне, в Запорожье, жили с этим желанием и высказали свое желание стать независимыми. Виктор Томенко высоко оценил работу, которую общественники проводят в части оказания помощи участникам СВО. По словам губернатора, западными странами развязана беспрецедентная экономическая война. В этих новых условиях необходимо жить и взаимодействовать с другими странами, организациями и предприятиями. Председатель общественной палаты Юрий Шамков рассказал о текущей деятельности своих коллег. В этом году мы при формировании бюджета тоже вышли с инициативой по четырем позициям, и мы были услышаны между первым и вторым чтением, добавили по нашей просьбе, обращению 210 миллионов формирования современной городской среды. Также 15 миллионов в программу, в конкурс, я считаю, и сегодня тоже и педагоги, и родители очень довольны вот этой программой. Сегодня это уже 40 миллионов на следующий год, то есть она нашла прям понимание. На этой неделе губернатор Виктор Томенко принял участие в семинаре-совещании по подготовке к Госсовету по вопросам молодежной политики. Заседание Госсовета проведет президент Владимир Путин, а в ходе подготовки были согласованы решения для доклада главе государства. Для обсуждения собрались члены Государственного Совета России, главы субъектов, представители администрации президента, члены правительства, а также эксперты, среди которых главы российских компаний, руководители некоммерческих, научных и образовательных организаций. Речь идет о необходимости, конечно, на сегодня законодательном уровне, на государственном уровне, все-таки, значит, определиться с теми основными положениями политики, связанной с обеспечением занятости населения в целом, выделить тему, связанную с занятостью молодежи, и особенное внимание уделить молодежи от 14 до 18 лет. Здесь довольно-таки серьезные есть еще прорехи или возможности для улучшения этой деятельности. Поговорили о привлечении молодежи на государственную службу, о повышении ее престижа. Губернаторские окружные елки начались в Алтайском крае. Всего их посетят 63 тысячи школьников из 19 городов и районов региона. Основные мероприятия пройдут в Краевом театре драмы. Детям покажут премьерный спектакль «Алиса в Зазеркалье». Премьера сказки «Алиса в Зазеркалье» открывает новогодний сезон в Краевом театре драмы. Два последних года губернаторскую елку здесь не проводили из-за пандемии. И вот сейчас традицию возрождают. На сцене покажут 17 спектаклей для 12 тысяч детей из близлежащих населенных пунктов. Теперь здесь и детский смех, и Дед Мороз, и Снегурочка. Маленькие зрители довольны. Мне понравилось, когда снеговики танцевали с зайкой. Мне прям понравилось очень. Я увидела сегодня первый раз Деда Мороза, и он мне понравился. Сегодня мне понравилось. Сама елка почти четырехмертровая. Она украшена всякими игрушками, и очень она красивая вообще. Новый год – время чудес для каждого. Праздничные спектакли радуют не только зрителей, но и поднимают настроение работникам театров. Когда они выходят после спектакля, мы так спрашиваем, как и что мы видим, и спрашиваем, что им очень нравится. И мы очень счастливы, мы рады, что можем детям подарить такое настроение новогоднее. Новогодние представления подготовили и в театре «Кукол сказка». Здесь для маленьких зрителей покажут спектакли «Морозка», «Путешествия голубой стрелы», «Снежная почта» и другие. Возрастные ограничения для этих постановок 6 плюс и 0 плюс. Кстати, по правилам, доставить ребенка на спектакль необходимо в пределах светового дня. К примеру, расстояние от Барнаула до Кулунды почти 400 километров. Поэтому школьники из отдаленных районов приехать в краевую столицу на елку не смогут. Но без праздника дети не останутся. Для них организуют окружные елки. В хороших учреждениях культуры, солидные мероприятия подготовлены в Бийске, Заринске, Камни-на-Бийске, Лавгороде, Рубцовске. Ну и, конечно, в каждом районном центре. В целом, более 170 тысяч детей дошкольного, начального, среднего звена посетят вот такие окружные или городские мероприятия. Ни один новогодний праздник не обходится без подарков. После спектаклей в некоторых театрах детям вручают долгожданные призы. Елена Самарина, Илья Алексеев, Сергей Балуев. Новости. А я продолжу выпуск. Глава Алтайского края Виктор Томенко и члены регионального правительства приняли участие в акции «Елка желаний». Ее проводят ежегодно, чтобы поддержать ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. Первые три шарика открытки с заветными желаниями детей снял губернатор Виктор Томенко. Он отметил, что в этом году участвуют дети не только из нашего региона, но и дети Славяно-Сербского района Луганской Народной Республики, дети мобилизованных и военнослужащих. Мечта о мягкой игрушке. Смеян Виктория. 9 лет. Мечтаю о железной дороге. Кошелев Дмитрий. 7 лет. И Овсяникова Дарья. 9 лет. Мечтаю о 3D-ручке. Отмечу в традиционной всероссийской акции «Елка желания», наш регион принимает участие уже в пятый раз. Семь новых троллейбусов выйдут на городские маршруты Рубцовска до конца декабря. Четыре из них будут разгружать линию в час пик. Обновленный парк техники осмотрел председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко. Долго к этому шли. Наконец это отстоялось. Я думаю, что это действительно начало. Начало того, что нам надо постепенно это делать. Жители города ждут этого. На покупку новой техники Рубцовску выделили больше 135 миллионов рублей по региональной программе развития транспортной системы Алтайского края. Еще 15 направили на обновление кабельных линий. К слову, сейчас на предприятии 49 троллейбусов, которые обслуживают два маршрута. Средний возраст техники почти 30 лет. Один из них прошел более 2 миллионов километров. Помимо этого, есть еще 40 машин, которые необходимо заменить. Поэтому следующий этап, безусловно, замена троллейбусов старых, вышедших из строя. Ну и дополнительно освоение новых территорий западного поселка. Отмечу, что депутаты краевого парламента запланировали в региональном бюджете на следующий год 25 миллионов рублей на замену кабелей и модернизацию тяговых подстанций Рубцовска. Еще 200 миллионов рублей направят на ремонт дорожной сети города. Смертность в Алтайском крае снизилась до пандемийного уровня 2019 года. Об этом на прошедшей неделе заявил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. По словам главы ведомства, в прошлом году процент смертности составлял 19% на 100 тысяч населения, что значительно выше нынешнего уровня. Прогнозируемый уровень смертности за 22-й год, пока предварительный, составит 14,4. Возвращаясь к 2019 году, этот показатель составлял порядка 14. То есть мы, по сути дела, очень близко приблизились к допандемийному уровню. Также Дмитрий Попов рассказал об эпидемии гриппа, который перенесли уже 60% жителей Барнаула и 30% во всем крае. Относительно эпидпорога мы его превышаем более чем в два раза. Основные когорты населения, которые дают такой рост, это взрослое население. Вот в прошлой неделе превышение эпидпорогов в четыре раза. При этом по детям, хотелось бы сказать, что мы фиксируем даже некоторые снижения. Превышение возрасте от 7 до 14 лет фиксируется. Ну, там порядка тоже 28%. Из-за повышенной заболеваемости гриппом медицинские учреждения продолжат работать в крае даже в праздничные дни. 31 числа, 2 числа, 4, 5 числа у нас работают поликлиники с 8 до 15.00 в части участковой службы. При этом работают вспомогательные подразделения, это лаборатории, это рентген-кабинеты, для того, чтобы, если требуются какие-то доуточнения, исследования выполнить, эти, соответственно, структуры будут работать. 3 и 6 января у нас работают все поликлиники в крае полноценно, полномасштабно, с выходом всех сотрудников и узких специалистов. В Алтайском крае открыли пять ледовых переправ. Это дороги, которые проходят через реки и соединяют несколько частей района. Например, в Каменском такая трасса связывает с городом 12 сел. Сейчас ширина ледового слоя примерно 55 сантиметров. Она может выдержать машины массой до 10 тонн. Еженедельно сотрудники МЧС замеряют толщину льда. Подробности у наших корреспондентов. 5 декабря в Камниной Абе открылась ледовая переправа. Она соединяет основную часть города с еще 12 населенными пунктами, где живет около 3000 человек. Как работает ледовая переправа, нам расскажет старший государственный инспектор по маломерным судам Морозов Владимир Викторович. Владимир Викторович, расскажите, кто переезжает по переправе и как вообще регламентировано движение по ледовой переправе? Ледовая переправа Каменьно-Островная работает круглосуточно, имеет протяженность 800 метров, имеет две полосы, разделительных две полосы. То есть, получается, по одной полосе движутся в одну сторону, по другой в другую, да? Как-то этот маршрут проработан заранее? Да, конечно. Это был выбор трассы и для удобства и безопасности сделали две полосы. Они, значит, съезд, спуск улицы Красноармейская, подъем на улице Комсомольской. Ежегодно в этом месте переправу организуют? Да, это традиционно уже очень давно. Как-то наблюдается, следится за толщиной льда, толщиной покрытия? Конечно. Вначале, значит, открывается у нас пешеходный переход. Это буквально только, когда замерзает полностью река. Пешеходный переход открывается при толщине льда от 10 до 15 сантиметров. Когда намораживается лед от 20 сантиметров, тогда уже делается выбор трассы ледовой переправы. И устанавливается разрешение при минимальной толщине льда от 20 и выше тоннажом 1,5-2 тонны. Сейчас уже сколько наморозилось и какой грузоподъемностью машины могут здесь проезжать? Ну, в этом году погода, в общем, способствует для раннего открытия ледовой переправы. 5 декабря это рекордно раннее открытие переправы. Вот, на данный момент, на сегодняшний день, лед уже намерз от 50 до 55 сантиметров, что позволяет, значит, беспрепятственно проезжать и безопасно машинам до 10 тонн. Что нужно помнить людям, да, которые двигаются по пешеходной зоне, да, и машинам, которые проезжают? Какие правила основные, да, придерживаются, чтобы не нарушить их? Ну, в первую очередь, на подъезде ледовой переправы там существуют знаки и правила. Можно, кто, допустим, сомневается, можно с ними полностью ознакомиться. Основные, это соблюдать дистанцию, вот, и самое основное, то есть соблюдать скорость, дистанцию, и самое основное, не превышать нагрузку на ледовую переправу. То есть, если знак 2 тонны, нужно 2 тонны до 2 тонн ехать. Если в 10, то до 10. До какого момента она будет работать? Работает она, в общем, до весны, пока не начнет, значит, сильно таять лед. Это обычно происходит в закрытии ледовой переправы с 20 по 30 марта. Смотрите далее, и вы узнаете. Незаконные раскопки повлекли за собой уголовную ответственность. В Бийском районе завершилось рассмотрение дела Черного Копателя, который незаконно присвоил себе 20 бронзовых наконечников стрел. Легенды мистического Барнаула рассказали непрофессиональные актеры во время спектакля. Постановку школьников презентовали в крепостном театре. Новогодний городок открылся на улице Молотобольской в Барнауле. Наши корреспонденты побывали на месте. Незаконные раскопки повлекли за собой уголовную ответственность. В Бийском районе завершилось рассмотрение дела Черного Копателя, который незаконно присвоил себе 20 бронзовых наконечников стрел. По словам ученых, их возраст может достигать 2500 лет. Перекопанная гора и поврежденный культурный слой – все, что осталось после работы Черного Копателя в Бийском районе. В апреле этого года жители Алтайского края при помощи металлодетектора и штыковой лопаты нашел и изъял из земли археологические ценности. К нам в управление Алтай-Хронкультуру поступили сведения о том, что местными жителями обнаружены повреждения памятника археологии, который является объектом культурного наследия федерального значения. Ямы были выкопаны, поврежден верхний слой. После этого сообщили информацию в правоохранительные органы, ну, соответственно, в ФСБ по Алтайскому краю. Ну, был выявлен тот черный копатель, кто это как раз и сделал. Черный копатель нашел 20 металлических наконечников стрел, относящихся к эпохе ранний скифского времени, примерно 7-6 века до нашей эры. Причем это предметы разных форм – втульчатые, черешковые и трехгранные. Однако не все найденные предметы показались копателю ценными. Часть предметов, которые у нас считаются очень редкими, в частности, вот там найдены были тоже, это он по своим рассказам нашел керамические формы литейные, но они для него интересны, не представили, мы их выбросили. Потом так их и не нашли. Этих наконечников у нас довольно много, известно, литейных форм нет. Ну, для него-то это просто керамические вещи ненужные. Вот они, несмотря на то, что что-то читать умеют, но все-таки, как правило, люди достаточно темные. Незаконная деятельность правонарушителя привела в полную негодность разновременной культурный слой от эпохи Палеолита до эпохи Бронзы и раннего Железного века. Бийский районный суд признал собранную доказательственную базу достаточной для признания мужчины виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом А, части 3, статьи 243-2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно. Все найденные археологические предметы у копателя изъяли. Вскоре их передадут в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации. Юлия Шеламова, Сергей Балуев, Новости. Напомню, проводить раскопки могут только специалисты-ученые, которые получили так называемый открытый лист разрешения от Министерства культуры. В противном случае правонарушитель может понести наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей либо лишения свободы на срок до 6 лет. А вот 19-летний бичанин Павел Куксин помог полицейским раскрыть серию краж. Накануне его разбудил телефон и звонок от отца. Он сообщил, в машине Павла сидит неизвестный мужчина. Куксин выбежал на улицу, подошел к автомобилю и поинтересовался, что тот в нем делает. Злоумышленник начал рассказывать, что его якобы попросили прогреть транспортное средство. Мы сказали ему позвонить тому, кто попросил это сделать. Сразу начались отговорки. То есть он говорит, потерял номер телефона и так далее. Ну, все было в общем-то ясно. Он был в машине, мы просто встали рядом с дверью. Он просто физически не смог бы убежать. Потом мы его уже завели в подъезд дома. То есть там тоже он оттуда уже не смог выйти, пока мы ждали наряд, который должен подъехать. Благодаря этому правоохранители задержали 38-летнего рецидивиста, который причастен еще как минимум к 8 преступлениям. Среди них кражи автомагнитол, аккумуляторов, колонок и попытки угона. За помощь в раскрытии преступлений заместитель начальника межмуниципального управления МВД России Бийска Юрий Елисеенко вручил Павлу благодарственное письмо. Он оценил поступок молодого человека и пригласил в будущем на службу в полицию. Искренне желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, успехов и благополучия. Спасибо вам. Повторяю вам счет на грамотах. И к другим темам недели. В Барнауле на улице Молотобольской открылся новогодний снежный городок. Наши корреспонденты отправились оценить благоустройство городка. Чуть меньше двух недель остается до Нового года. Горожане уже начали готовиться к волшебному зимнему празднику. Но привычного городка и елки на площади Сахарова не будет. Вместо этого украсили улицу Молотобольскую. Главный символ Нового года уже установили прямо посередине улицы. Большую, красивую, пушистую и зеленую елку уже подготовили. Украсили красивыми яркими бантами и шарами. Приходите фотографироваться, получится здорово. Кстати, горки уже тоже установили. В этом году они будут из деревянного каркаса. Однако кататься на них нельзя. Городок планируют открыть после 23 декабря. Поэтому потерпите немного и к концу недели уже можете приходить всей семьей и отдыхать. Ну а пока можете покупать ледянки, плюшки и настраиваться на хорошее настроение. Ну а для поднятия волшебного новогоднего настроения гостей города будут встречать сказочные персонажи. Они нам всем знакомы. Это снеговики, снегурочки, Деда Мороза, снежная королева. Их осталось немного украсить, добавить подсветку. И тогда городок засияет во всей красе. Ко всем уже существующим елкам, горкам и скульптурам планируют добавить цветовой потолок. Он будет где-то здесь. И согласитесь, очень необычно. Планируют переливаться разными цветами. И тогда точно в сказку поверит каждый. Дарья Кончина, Роман Хайрулин. Новости. Легенды мистического Барнаула рассказали подростки во время спектакля. Постановку школьников презентовали на прошедшей неделе в крепостном театре. Поддержать юных актеров пришли родители и педагоги. Ошибка Божья благодать! Ошибка Божья благодать! Один за всех! Один за всех! Все за одного! И все за одного! Раз, два, три! С таким настроением юные артисты выходят на сцену. Для большинства из них это первый спектакль. И сразу исторический. В роли актеров подростки. Именно они рассказали зрителю четыре самые известные барнаульские легенды. Про даму в голубом, историю о горной аптеке, доме в Орсиных и Иване Ползунове. Экспериментальную постановку начали именно с истории изобретателя. Ученый приехал в краевую столицу в 1766 году. Именно в нашем городе создал паровой двигатель, который позже принес ему мировую известность. Финал истории как раз и показали артистам. Это история нашего города. А нам скоро 300 лет на минуточку. И мы город с уникальной историей. Начиная с того, что мы были основаны человеком, который ни разу в Барнауле не был. И заканчивая тем, что в нашем городе очень много масонских символов. В спектакле сыграли ученики Барнаульской классической школы. Автор идеи – директор образовательной организации Анна Паутова. Это потрясающая совершенно история, которая помогает ребятам раскрыться. У них меняется походка, у них меняется осанка. Они по-другому общаются, разговаривают. Ну и просто, мне кажется, многие из нас же вспоминают школьные годы свои. Ну, с такой любовью и трепетом. И вот это в копилку таких потрясающих школьных воспоминаний. В премьере готовились как настоящие артисты. Репетировали больше трех месяцев, по несколько часов в сутки. Для непрофессиональных актеров задача сложная. Сначала мне было прям очень тяжело, потому что у нас были репетиции по три часа. Иногда я просто не увозила. Я такая, блин, когда это уже закончится. Сейчас я делаю это в кайф, мне прям очень нравится. И на этом работа режиссера со школьниками не закончится. К весне следующего года запланировали спектакль о современных подростках. Истории дружбы и любви покажут к концу учебного года на сцене Крепостного театра. Дарья Коншина, Роман Хайрулин. Новости. Богатая жизнь, принцесса и царство в придачу. В молодежном театре Алтая начались показы новогодней премьеры «Огнива». Чему учит сказка? Смотрите в сюжете. Всем известная сказка «Огнива» Ганса Христиана Андерсона на сцене МТА. Ее поставили в жанре мюзикла. И неспроста. Режиссером выступил Александр Лебедев, главный режиссер Омского государственного музыкального театра. По сюжету солдат встречает злую ведьму. Она обещает ему золото, если тот достанет якобы фамильную реликвию – волшебный огонь. Бравый юноша расправляется со старухой и забирает все. И тут начинается жизнь, полная соблазнов. Главный герой связывается с представителями золотой молодежи, которых, кстати, в оригинальном сценарии сказки нет. Они используют богатенького солдата. Поначалу-то он не разбирается, поскольку он добрый и наивный, соответственно. Но потом он быстро разобрался, что к чему. И золотая молодежь – это антипример. То есть хочется, чтобы дети все-таки стремились подражать солдату. И сказка учит тому, что честность вознаграждается всегда. Позже главный герой находит свою любовь – принцессу. И буквально спасает ее от политического брака с антагонистом истории принцем Абчхи, который хочет развязать войну в королевстве. Делает это солдат, конечно же, используя находчивость, интеллект и главный козырь – волшебная огнива, отобранная узлой ведьмы. Пытаюсь сыграть такого человека, которого не изменили ни деньги, ни власть, ни какие-то возможности. Он остался так же скромен, так же честен. И за это получил награду, хорошую жизнь, принцессу и даже стал королем. Был большой соблазн повестись с золотой молодежью, которая кутит, гуляет, цену деньгам не знает. Но так как мой солдат, он честный и умный, он этого не поддался. Я сохранил в себе человека. Огнива – это сказка, которую уже иллюстрировали тысячи художников. Чтобы выделить эту постановку, команда решила сделать, например, механизированных собак-служителей, а элементом декорации стали супрематические деревья. Декорации постарались сделать, ну, насколько это возможно, не привлекающими внимания. Акцент здесь на костюмах. Алое платье принцессы, бежевый мундир солдата, ядовито-зеленые волосы ведьмы. Чего стоит одно это чудо – шляпа ведьмы, которую создавали несколько дней. Кстати, всего около 30 уникальных образов сделали для этого спектакля. Если постановка будет иметь успех у зрителей, ее добавят в репертуар театра. Спектакль для детей и их родителей. Возрастное ограничение 6+. Анна Москаленко, Сергей Балуев, Новости. Символ 2023 года – черный водяной кролик. Животное олицетворяет решительность и целеустремленность. А значит, цветовая гамма в украшениях, одежде и новогодних игрушках должна быть соответствующая. В новом году в тренде черный, белый, бежевый и серебристый. Как стильно украсить новогоднее дерево, расскажет моя коллега Дарья Коншина. Какой игрушкой лучше украсить новогоднее дерево? Яркой, красно-зеленой? Или нежной, серебристой? Как сделать так, чтобы новогоднее дерево дополняло домашний интерьер? За советом мы обратились к дизайнеру. Главное правило – сначала покупаем елочку, а уже потом игрушки. Никак не наоборот. Это поможет сэкономить время. Зная, как выглядит елка, подобрать к ней украшения будет легче. В тренде серебристый, белый, бежевый. Сколько игрушек покупать, тоже подскажет сама елка. К примеру, искусственное дерево потребует меньше украшений, чем живое. Если брать за основу живую ель, то они не такие пушистые, конечно. И поэтому, когда мы их украшаем, то стоит украшать шарами, гирляндами, украшением не только снаружи, но и игрушки мы вглубь размещаем, ближе к стволу. Таким образом, мы создаем объем, глубину какую-то, и она у нас не будет смотреться как-то куцая. В этом году стильный лук елки не значит дорого. Основной упор делаем на экологичность. Игрушки можно сделать самим, изготовить из старых газет или шить из лоскутков ткани. В этом сезоне актуальны два стиля – минимализм и хюги. В первом мало деталей, а второй более уютный и комфортный за счет светлых украшений из тканей. Их объединяет пастельная цветовая гамма. Здесь есть общая основа – это натуральность. Например, какие-то можно использовать деревянные игрушки, игрушки, сделанные своими руками. Также можно даже использовать засушенные корочки апельсинов и мандаринов. Нарядить новогоднее дерево – лишь часть работы. Для создания праздничного настроения дизайнер советует украшать весь дом. Добавить больше мягких тёплых тканей или меха. Они дополнят ель, которая станет центром внимания. Важно и выбрать место, куда поставить лесную красавицу. Я думаю, лучше выбрать сердце дома. Для кого-то это гостиная, либо это может быть студия. Выбрать какое-то знаковое место, куда можно и подарки под ёлку положить. Но в детской я бы не советовала размещать ёлку. Потому что если говорить, например, о живых елях, то там могут быть насекомые. Или выделяться какие-то смолы. Если рассматривать искусственные ели, то они также могут осыпаться. И это может быть опасно для маленьких детей. По словам экспертов, сделать праздничным можно каждый уголок дома. Повесить новогодний вино, гирлянду, сделать хвойную композицию, поставить игрушки сказочных героев. Атмосферности добавят аромалампочки или лампа для эфирных масел. Если подготовить праздничный антураж со всей ответственностью, вполне возможно, что новогоднее чудо не заставит себя долго ждать. Дарья Коншина, Сергей Балуев. Новости. И немного предновогодних советов. Как сделать любимые блюда полезными и менее калорийными. Об этом нашему телеканалу рассказал шеф-повар Алексей Шефер. На мой взгляд, наши любимые блюда Нового года, это что первое? Это, конечно же, селёдка под шубой. Но я её делаю немножко по-своему. Если нужно сделать лёгкий вариант, я сельдь заменяю лососем. То есть это у нас сразу уже становится такое прям королевское блюдо. И, соответственно, все же делают на майонезе. Я беру туда, добавляю сметану с невысоким процентом жирности. Просто каждый слой промазываем, заменяем майонез с сметаной. Уже очень-очень много калорий. Тем самым мы исключаем. С оливье делаем тоже лёгкую заправку. И колбасу меняем, допустим, на индейку. То есть грудку индейки мы обязательно же отвариваем. И дальше уже добавляем её в салат. Делаем заправку. Также спассированный лук пробиваем блендером, смешиваем со сметаной и заправляем уже оливье. То есть мы избавляемся от не очень полезной колбасы и заменяем майонез на такой сметанный соус. Получается более интересно. Ещё есть вариант заменить можно сметану на белый греческий йогурт. Тоже очень хорошая заправка для салатов. Десерт можно. Я очень люблю делать конфеты самостоятельно. Беру курагу, грецкий орех. Там 3-4 вида ещё каких-нибудь орехов. Обязательно добавляю финики. Добавляю туда инжир. Добавляю немножко мёда, лимона. Всё это дело прокручиваю на мясорубке. Можно скатать аккуратные шарики. Либо кушать их прям так, либо запечь в духовке. Тогда они у нас приобретут форму и станут более плотными. Всё, убрали в холодильник. Вот вам, пожалуйста, вкусные, полезные сладости. Такой была неделя. Спасибо, что провели её вместе с нами. Хороших выходных и до встречи!